Вы пришли на территорию Украины? Да. С оружием? Да. Вы оккупант? Нет. Почему? Оружие у меня не для того, чтобы оккупировать территорию. А для чего? А для защиты. Защиты кого и от чего? Мирного населения, себя. Зачем вам себя защищать на территории Украины? Потому что здесь, по территории Украины, бегают там ВСУ, наемники, которые меня, допустим, брали в плен. Вы понимаете, что вы сейчас вообще говорите? Вот вы говорите, принижая, по территории Украины бегают вооруженные силы Украины. Вы слышали себя? И наемники. Какие наемники? Ну, по крайней мере, меня брали в плен, наемники-французы. Почему вы решили, что они наемники? Потому что они сами мне это сказали на английском языке. Как именно? Что они сказали? На английском языке. Ну, давайте, на английском языке. Они мне оказывали медицинскую помощь. Да, ну, дальше. Что они вам сказали? Как они вам объяснили на английском языке, что они наемники? Ну, это и так понятно. Можно как бы было, знаете, нет, это так непонятно. Конкретно. Как вы их поняли? Вы знаете английский? Ну, немного, да. Ну, и что они вам сказали? Они меня, когда оказывали на цену слова наемник на английском языке? Не знаю. Так откуда вы поняли, что они наемники? Ну, они же точно на английском языке не будут общаться в ВСУ. Конечно, нет. Двое на английском, а 8. Я скажу, почему вы поняли, что они наемники? Того факта, что у нас воюют добровольцы с других стран, никто не отрицает. Почему вы решили, что они наемники? Я считаю, что это не добровольное участие, это при любом наемники. Почему вы так считаете? Ну, кто еще, я не знаю, добровольцев с других стран, как бы. Что? Россия не набирает, допустим. Россия набирает зэков, наркоманов, вечевых, и набирает из других стран. У вас там темно-кожие недавно ушагали. Набирает из Африки. Набирает. Не знаю, не видел ни разу. ЧВК Вагнер, что такое? Часная война компания.